здрасте дорогие мои сегодня у нас 29 декабря видите такой влажность воздуха в волгограде 85 процентов расширяется минус 1 как минус 6 ну туман видите какой дорогие конечно же погода не летная для проверки для гона для для всего-всего естественно с утра пораживала 5 я почистил еще не кормил ну как вчера обещал что сегодня буду показывать птенцов но я вчера вот этих двух показал это вот для хачика из смоленска это вот для эдгара а вот тут три штучки видите один без чубы об ваших видите это еще для тех которые всегда говорят что шейки вылезли из-под агбаши нет дорогие мои агбаши вылезают из-под шеек а не шейки из-под агбаши агбаши это вот мы белоголовый белокрылые это вот есть у нас эрик который уже несколько лет ждет когда же брат гагик даст им агбаши эрик это дорогой это один это один а вот у них родители агбаши хотя они тоже спать шеек что кукленов спать шеек вот это один эти чуба одного такого я эндару по моему отдавал вот старая да что ж вы бегаете врачки сейчас поставим друг возле друга и убегать шустрые какие-то шустрые дорогие и мушкетеры и мушкетеры и мушкетеры сейчас покажу видите какие колоссавцы замечательные да красавцы эрик джон это твои сейчас на место поставлю да дорогие мои значит это те пищалки которые родились ну сейчас как бы нет таких сильных морозов да но было хорошие морозы зимние ветра это вот зимние пищалки ну и просто посмотрите просто посмотрите да там состояние ваших весенних птенцов и состояние вот этих да неужели не нравится вон еще один видите 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 тоже шахмату пластов это вот пищалки одногнездка не выжил этот выжил там двое сидят тоже вон там какой мраморчик видите вот какой мраморчик видите просто чудо просто чудо там тоже его ну их много вы же знаете мне поставили вот она вот эти один горячаный висел это кто такой у нас это красный вашим это от лобик челя шеечка сидит тут два птенца вот это слабый а второй видите как одна гнезд это я его специально недавно показывал или специально оставил чтобы донести до вас что не все должно оставаться и не все золото что блестит и не все вам тоже теперь значит начнем читать пару комментариев которые ребята писали я отвечу на это сейчас 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 начнем с хорошего конечно вот Миша пишет так как и доброе утро с настойчивающим новым годом от всей души желаю тебя удачи здоровья всего самого наилучшего милым голубям неба быть добру дорогие мои я вас тоже во главе с Мишей Гавриловым всех поздравляю с наступающим желаю счастья благополучия чтобы у вас все было из-за этого ничего не было понимаете это от души я вас всех всех поздравляю значит вот тут сейчас посмотрим вот Александр пишет чем кормить голубей ну про сегодняшний ролик говорит два слова остальные ни о чем Александр дорогой мой посмотри тиктоковские ролики которые ну 30 секунд 50 секунд минута две три те вот там говорится о чем понимаете обычно когда ролики длинные ролики длинные вот это да название ты не можешь написать для того чтобы название написать что в этом ролике в длинном ролике будет это надо 150 предложений написать ну вы представьте себе за полчаса там сколько тем тем затрагивается да и про далбиков надо было там писать и то и то и то поэтому дорогой мой не обижайся ну название ролика в общем это не говорит о том что весь ролик должен быть об этом понимаете если ты хочешь то название ролика совпадало совпадало с темой ролика да конкретно про это посмотреть тиктоковские ролики ну не обижайся у тебя мозги тиктоковские вот как есть поколение пепси есть еще мозги тиктоковские то есть ну на армянском есть хорошая такая поговорка ведь прямое слово ослу говорят луиховской ищины наши то есть понимаешь тебя нужны чтобы прямые все это да говорили вот сегодняшний ролик я не знаю как я его назову я его может назову трех мушкетеров это да три мушкетеров потому что я же показал трех таких одинаковых пчельцов да там могу по другому называть то есть что не будет но весь ролик не будет об этом по крайней мере каждом ролике чтобы я не показывал у меня обязательно присутствует гон голубей теперь как мне называть ролик это 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 гон армянских воинах голубей или то или это это ну неправильно потому что да короче сейчас я отвечу ну теперь читаем другой вот николай пишет доброго дня гагик сними ролик каждый день это большой труд успехом здоровья успехом новом году взаимно дорогой николай ну я и так каждый божий день ролик снимаю уже семь лет если не заметил скоро уже восьмой по теперь значит здравствуй дорогой Гаги Голуби просто бомба нравился всегда твой канал постоянно ставлю лайк а наши хейтеры я сам понимаю как из-за них тяжело раскрутить и попасть в рекомендации желаю тебя успехом взаимно желаю успеха дорогой рад что нравится понимаете когда вы что-то делаете и это да как бы человек это оценивает это конечно приятно это конечно приятно когда твой труд люди ценят значит по поводу лайков там комментариев то другое ведь понимаете дорогие мои вы просто каждый из вас каждый из вас кому нравится вот этот канал кому нравится мои ролики мышление как я все вот это объясняю естественно вы захотите что рядом с вами и находились у вас окружали такие же люди да ну есть такая хорошая поговорка говорит казак казачьим к стаду баранов да каждый из нас любит находиться в окружении себе же подобных понимаете ну понимаете но невозможно что допустим проститутка там дружила дружила там это да с этими ну с девочками недоступными там наоборот девочка недоступная там это да находилась в окружении это в окружении проституты каждый ищет себе подобное для этого в общем вы сами должны стараться что очень много людей увидели еще раз говорю от того что эти ролики посмотрит миллион человек или тысячи человек мне от этого ничего не будет единственное что понимаете информация который получает люди в общем зависит от вас какую информацию они должны получить то есть я помните говорил про добрых волков и злых волков да вы сами их кормите вот люди которые которым не нравится мой канал они моментально ставят дизлайк вот он увидел вышел это да они подписаны они ставят дизлайк нашим для того чтобы не пошла раскрутка да они правильно делают потому что им не нравится они борются понимаете не всегда добро должен бороться против зла и зло борется против добра это противостояние вот как боги сатана понимаете это противостояние всегда есть и будет ну какую это да там позицию вы восприняете это примите это уже зависит от вас поэтому если нравится если то вы сами должны раскрутить я и так этот ролик снимал показал объяснил в общем дальше это уже зависит от вас от зрителей в общем то есть захотите можете делать не захотите не можете делать все зависит именно от вас да теперь ну перейдем к главной теме о чем будет сегодняшний ролик как бы это да там видите вот сколько всего говорил уже сколько двенадцать минут но до темы не дошло опять будет вот два слова об этом остальное можно да уважаемые это Виктор пишет уважаемые вот читай чтобы не думали что я от себя придумал да Гагик докладываю все было прекрасно птица летала все ярые все ярые все гудят аппетит был такой что на полу не одно зернышко и тут заканчивается у меня корм еду подкупить мешочек стандартного нет беру для курей он это по 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 петни изобилием и тут началась приключение я сначала не придал этому значение море это да разбросанного корма вокруг кормушки на следующий день не доедают расход был две кружки на сутки а стала одна кружка так прошло дней десять летать стали плохо некоторые не открываются начал смотреть подробно смотрю на полках везде еда на на этим кам ec нажим Robbie а в accelerated в на ровном месте но я про эту тему несколько раз говорил что мои практики это да много раз говорю что мои практики два раза случилось что из-за корма и за корма буквально очень быстро голуби падают понимаете тут какая беда наши голубятники в основном они как это да там голубеводство считают за шоппингом вот было такое прихожу на рынок у человека там 300-400 голубей он покупает это там голубку красношевый я бы слушай дорогой зачем она тебя вот с клетки вот ты берешь у тебя столько голубей но подумал подумал и отвечает мне у него ведь красивые глаза понравились да ну я вспомнил фрунзика говорит у тебя красивые глаза когда корма пока свидетели будешь лет через семь теперь понимаете у многих голубятников это уже болезни болезни из-за чего из-за того что столько лет они держат голубей столько лет держит голубей да но люди еще не добились результата они еще все поиска понимаете искать нужно всегда должен человек стремится к лучшему к лучшему к лучшему понимаете но если за 10 лет за 20 лет за 5 лет за 30 лет за 50 лет ты не добился ничего может тебя просто не надо этим заниматься понимать может этим нельзя заниматься но это не твое но не получается у тебя понимаете поэтому голубятники которые правильно содерживает голубей правильно гоняют ну два три четыре года достаточно будет для того чтобы у них голубятник был косяк хороших голубей и он уже ничего не будет искать единственное что он будет искать он будет искать для крови и то не торопясь ну вот у миши гаврилова вот он для желтого чубалова там два года еще искал голубя но он же не брал а бычу мать он этого голубя хотел увидеть слет и слет ему никто не показывал короче вот он так и не нашел голуби до этой голубки понимаете вот вы на этот уровень должны доходить то есть не пойти хапать все что попало а дойти до того что вам нужно с неба взять то что вам надо но для того чтобы вы дошли до этого у вас голубять не должно быть и вот как только вы дойдете до этого вам уже не будет интересно чужаки которые к вам попадаются да просто внимательно смотрите за семь лет сколько чужаком я себя оставил вот одного это по просьбе ганила я во сколько вот этот светлый чили сколько его вывозил выпускал он прилетал ко мне загнал бит брат пожалуйста это мой голубо стал вот единственно чужой головка ловленый голубь с боем со всеми да но я не оставлял то есть и вам необходимо дойти до этого уровня чтобы не искать ничего то есть у вас все было и вы не ищете ничего единственное что вы будете искать это для крови чтобы кровь поменять чтобы не было у вас и брединга нужен вот 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 что надо будет вам делать но поскольку у нас голубятники тащит все подряд к себе очень часто они не могут понять истинную причину болезни в их голубятни то есть естественно что думает да там он привез снова голубей голуби заболели но причина в чем заключается ну конечно же дали мне больных голубей привез короче вся птица заболела но он не думает что именно в это время он поменял корм вот об этом он никогда не догадается понимаете никогда он будет думать что его специально продали дали подарили больных голубей хотя он приходит к этому человек от кого голубей взял а у того голуби не болеют и он все равно думает на него что он заразил он никогда не додумается что причина является и кору которую он поменял вот эти несколько роликов есть у меня да там обработка медным купоросом сколько кипища было со стороны фармацептов что этого делать нельзя это то это и всяк понимаете дорогие мои но кто услышал кто сделал у него этих проблем нет уже давным-давно у людей полный голубят не птицу люди там помню с германии человек написал горит но там а лишь там на учет стоит на там эти ветеринарный врач приходит но что-то там по это да поменял голубей а то там новые эти там вакцина там антибиотики то другое не где как и как оператор но ведь все понятно мне я не знаменит из мирового уровня это слова которые из германии человек мне рассказывал это название это дальше скажет вот он там нахваливает на себя и таких дурачков тоже по так вот дорогие мои куру куру всегда я говорю еда вода воздух основные параметры что нужно голубя хороший корм нормальная вода и небо забраковать и ноги гает у нас рука не поднимается чтобы убирать голубей дата вам не надо будет убирать вы поднимите хищник за вас все вот это делает так и так прекрасно и вы делаете благое дело вы и хищников спасете и ваших голубей спасете избавившись от больных голубей поэтому дорогие мои корм 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 обработайте будете будете обработать это там медным купоросом или фунгисорбом будете или перекисью или марганцовкой будете мы там чтобы не это дать как бы ни делали обработайте жуйте этот корм вот многие из вас щелкает семечки да там бывает же когда вот раз и прелы семечки попадаются вы же блюете в этом момент вы плеваете вот этот момент от этого прелого семечек то же самое делают голуби зашли в голубятни видите корм разброшенный все корм у вас плохой ждите беды не примерите по это да не предпримите мера через несколько дней там ваша птица буквально неделю где здесь ваша птица все по это да там папа папа покой и чё пойдет понимаете ничего хорошего не ждите предпримите мера будет все нормально все зависит от вас я говорю многие из вас просто из-за того что они тащит все со стороны не могут понять причина чего а причина это корм обращайте на корм внимание ну сейчас поставим пусканируется вы естественно мир умер дорогие мои ну вот открыли выйдет походу снег законным так мелкий идет но туман также остается вылезайте вылезайте вам скоро летать надо будет давать видите 1 у меня нормальный голов или нет это тоже на маленьких птенцах надо сейчас на воде спуститься пусть идет летать если захочет а если не захочет вчера его дочка орает говорит вот это газа налогает она пойдешь или не пойдешь дурочка скорее всего не пойдет она опытная голубочка сейчас если будет опаска но закроется забудет что вообще умеет бить ну а вы не хотите подниматься туман не хотят я же не обещал скоро сниму ролик про умных голубей и попробую вот смотрите состояние погоды видите молоко наверху и на какой высоте летит птица приблизительно вот когда ясный день светло вы едете за рулем вы же ездите как расслабленные на педаль газа нажали надо там быстрее надо медленные понимаете когда вы едете один вечером темно с включенными фарами вы уже так быстро не ездите вы же не ездите 180 200 250 понимаете вы едете гораздо меньше скоростью а когда еще туман хороший дорогие мои так у вас 1 2 скорость вы даже 3 скорость не включаете а почему а потому что с головой у вас в порядке с головой у вас в порядке и вы ездите правильно дорогие мои точно так же голуби дорогие мои когда погода туманной даже когда они лезет в туман они лезет ровно столько сколько они валяжно видят все это понимаете они не поднимаются как обычно это вот называется умные голуби но не буду все там потом расскажу дальше найти ту сторону сейчас еще ой это вот этот пескунчик красивый который харчика нравится но он слабый он не выживет вот этот краснохвостый чубатенький и давай такой красивый хвостик у него но такой слабый он не выживет это мое мнение хотя красивый красивый яшку не вижу поднимать так сколько им надо потихонечку потихонечку раскачается пытался потянуть и даже не сыграл чё идешь спускаться молодец тебя там делать нечего тебя быстро сожжет яшка ты не готовишь а где голубочка моя она отдельно должна быть должна быть отдельно это рыцаря сына ну рассыпается значит спокойно мать расслабляется закрыл падает 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 наверно в отпуск ушел не хочет не хочет он моих голубей кушать чем они хуже других не знаю вот других ловит кушает а этих не хочет за крайне скушать карлинган это вот этот мраморный кудов так что красиво можете идти красиво можешь идти это вот голубь чуба тысячи этот чернохвостые голубочки так куда ты вышел заслониться у меня тоже сикарный бой это кто такой-то белохвосточка да вот ты приподнимается же дорогие мои потихонечку видите уходит тома сейчас резко могут скидать они риск и риск и риск и риск будет опаска и риск они скинут тебя опаски нет будет летать достаточно вроде так раскрывается опять кучка если что не полностью расслабились вот так миру мир голубам небо гоняйте дорогие мои в обраковку сделайте обязательно обращайте внимание на корм обязательно это кто пир и сетки а дикаром летит он пока не расслабился отнесу вам дорогие мои удачи всем гонять